Действительно, какие варианты предлагаются? Вот один точно правильный, сейчас мы посмотрим, может, второй тоже, но я сомневаюсь несколько. Значит, предлагается вариант просто взять такой ориентированный цикл, у нас А1, А2, А3. Это точно правильный вариант, давайте поймем, почему. Смотрим, скажем, на событие А1 по порядку. Смотрим, на событие А1 оно не соединено направленным ребром только с событием А3. Но правильно, от А3 оно не зависит, не зависит в совокупности от вот этих событий, то есть от А3. То же самое с А2, оно не соединено направленным ребром только с А1, и от А1 оно, по счастью, не зависит. Так что опять все в порядке. Ну и, наконец, А3 не соединено только с А2, и от него оно опять же не зависит. То есть этот форграф точно правил. Меньше ребер взять нельзя, потому что понятно, что если мы возьмем А1, А2, А3 и проведем как угодно только два ребра направленных, а третьего нигде нарисовывать не станем, то где-то возникнет неприятность. Например, мы возьмем вот это А2, оно не соединено ни с А1, ни с А3, направленным в ребром, но от совокупности этих товарищей оно, конечно, зависит, потому что в совокупности все трое зависимы. Если в совокупности все трое зависимы, то это и означает, что А2 зависит от совокупности остальных. Это интуитивно совершенно понятно, и можно дать строгое определение. Так что такой граф явно не подходит. Ну и как вы там обратные стороны не прессуете, два ребрышка, двух ребр вам не хватит. Теперь предлагался граф вот такой. А1, А2, А3. Если я правильно помню, стрелки шли вот так, ну а третья как-то так. Правильно я помню, да? В качестве форграфа зависимости предлагалась такая штука. Может это правильно? Сейчас давайте посмотрим. Значит, А1, с кем оно не соединено ребром? С А2. Ну здесь вроде все в порядке. А, 1 не соединено с А2. Здесь все в порядке. Так, А2 с кем не соединено? А, вообще с пустым множеством, что ли? Да. Ну тогда оно тоже не зависит, конечно, от пустого множества. То есть все в порядке. Может вы правы? Так, А3, оно не соединено? С кем? Опять не с кем? И поэтому оно будет зависеть от совокупности А1 и А2. А, вот тут вот неприятность. Да, 3 не соединено с А1 и А2. Но от совокупности А1 и А2 оно все-таки зависит. Потому что они втроем зависимы. Понимаете, да? То есть, к сожалению, вот этот граф тоже не подходит. Подходит только такой. Из всех трех треугольников, ну, в разные стороны нужно управлять ребра, подходит, ну, или там двух, я не знаю, подходит только этот. Вот, но есть еще один граф. Вот такой, с минимальным тоже числом ребра. Вот так. У него тоже три ребра, как у треугольника, как у цикла. А теперь смотрим. А1. С кем оно? Или надо было в эту сторону направить? Да, в эту сторону. Наверное, в эту сторону. Вот так. А1 не соединено направленным ребром только с А3, от него оно не зависит. А2 не соединено направленным ребром тоже только с А3, и от него оно тоже не зависит. А3 не соединено только с А2, и все в порядке, от него оно тоже не зависит. То есть, это второй пример орографа зависимости для ситуации, когда события независимы по парам, но зависимы в свободности. Вот той, которая из пирамидок. Но если строить какие-то более хитрые системы событий, с более сложными зависимостями. Например, четыре события, которые независимы по фарму, независимы по трону, четвером зависимы. Тогда там будут еще более хитрые картинки, и каждый из них будет парографом зависимости. Ну вот, такая есть наука. Она очень помогает в некоторых задачах, но там задачи сложные, и я думаю, что если мы когда-нибудь еще встретимся, в будущем, когда вы будете знать, что пределы, там какие-нибудь числа Елка, РИП и прочее, я вам расскажу, как это применять. Ну а пока это просто некое введение в содержание на науку.